Да, добрый вечер, Николай Евгеньевич. Дорогой профессор, вы, пожалуйста, не смотрите картину, я еще не дорисовал. Любой из картин. Это «Размечтался» называется, лежит на травке, размечтался. Мне надо одновременно, чтобы он и на травке лежал, и одновременно на диване. Вот совместить две реальности. Николай Евгеньевич, скажите, пожалуйста, не могли ли бы вы привести из жизни примеры, когда жизнь помогает вам такую высокую планку цели достичь, допустим, какую-то, ну, бытовую, бытовую, да, и по самовнушению, что человек может, когда он верит в себя, допустим, или верит во что-то? Так, хорошо, добрый вечер. Я могу привести несколько примеров. Когда человек хочет достичь, лично меня неприятности вдохновляют, и какие-то препятствия, они вдохновляют достигать любые цели. Вот, и опять же о том, что метод «Ключ» помогает человеку расслабиться, забыть обо всем, что его окружает, и быть самим собой. Вот, например, такой пример могу привести из жизни. Вот предлагает БАДы, там БАДы помогают, не помогают людям. Может, кому-то помогает, может, кому-то не помогает. Ну, я вот могу сказать, в детстве у нас парень один пришел с армии, и он заболел туберкулезом. И ему один пошутил, говорит, кушай конский навоз, свежий конский навоз, ты вылечишься. Он так поверил. Он полгода ел этот конский навоз и выздоровел. А тот, кто ему рекомендовал, расстроился. Говорит, я ж пошутил. А он взял и выздоровел. И взял и выздоровел. Это о том, что у нас такие богучие ресурсы в организме. Да, включил свои в организме. Да, по вашей вере и будет вам, как говорится. Да, только верить. Сила веры творит чудеса. И когда вот обращается, вот в ваши эфиры смотрела, когда обращается, говорят, мне ничего не помогает и не поможет человеку, он не верит. Только надо верить и верить и надеяться в том, что все это получится. Примеры жизни. Сколько у человека неограниченных возможностей, сколько у него силы. Купил машину, заезжая в гараж, и машина к стенке прижалась, к стойке гаража. Мужики стоят, смеются. Ну все, въехал, попал, вот, не умеешь, а не можешь ездить. Я вышел, рассердился, взял машину, переставил, загнал машину в гараж и все. То есть как переставили? Просто взял и переставил их. И дальше заехал, вышел и уже никто не смеялся. Потому что у человека действительно очень неограниченные возможности. Да, ну вот часто это бывает в экстремальных ситуациях. Я вот приводил пример, даже в книжке своей, что мама, спасая ребенка, подняла вагонетку, которой пять мужиков потом поставить на место. Но это в экстремальных ситуациях. Собака злая побежала, можно перепрыгнуть в высоченный забор. А так обычно стоишь и думаешь, как же ты перепрыгнешь? И не можешь. То есть какая-то ситуация нас может... Да, мобилизует. А человек сам не может по своей воле вот такую мобилизацию создавать в нужном направлении. Но мы занимаемся в школе этим, как использовать энергию стресса, чтобы решать задачи, которые обычным путем недоступны. Они могут быть физические, они могут быть по здоровью, они могут быть какие-то интеллектуальные задачи. Мы этим как раз занимаемся. У нас есть там перезагрузка, разгрузка. Я в следующий раз об этом немножко скажу. Но я еще хочу вам задать вопрос. Я видел ваше видео, как вы так лихо танцуете. Можно я еще один пример приведу в жизни? Как страх преодолеть? Человек себя сам ограничивает от этого. Вот ставит, я не могу, не смогу сделать. Я всю жизнь боялся собак. Меня покусали собаки в детстве. Страх полнейший был. Я проходил, и эта энергия от меня отходила, и собаки прямо рвались с цепи. И вдруг у меня маленькая таксочка, я вышел с ней гулять. И нас зажали там возле мусорных баков собаки. Стая бродячих собак нас зажала. И маленькая эта собачка снизу прыгает мне на грудь и трусится. И я понимаю, что это же мой друг, мой самый лучший, лучший друг, какой есть на свете. Его надо защитить. И я для себя готов был порвать этих собак. Собаки опустили хвосты и ушли. И так вот и мама бывает, когда мама своего ребенка защищает. Она неорганиченная у нее сила. Она может все, что угодно ради своего ребенка сделать. И с тех пор я перестал бояться собак. Но понимаю теперь, что страх при помощи метода ключ тоже можно преодолеть. Настроиться, расслабиться и жить, быть самим собой. Вот это очень важно, потому что и ваши студенты, и наша школа «Человек будущего». Вот нас очень интересуют некоторые вещи. Вот вы человек взрослый, занятый ответственной работой, работаете со студентами. А вот, допустим, чисто так, для юмора, для шутки, если бы я вас попросил, по-дружески. Можете вы сейчас с помощью раскрепощения вот так вот взять и лихо станцевать, допустим? У меня просто место где-то в кабинет. Я, конечно, с удовольствием. А так мы могли бы, да? Вот метод этот помогает. Было такое, я со студентами поехал на практику на теплоходах по круизам. У студенты работают, а мне это делать нечего. И я прибился к ансамблю. Там ансамбль обычно бывает, ездят на теплоходе. Вот я с ними танцевал. Танцевал цыганку, молдаванеску, польку. Любые танцы. Понятно, понятно. Вот места нету. Да, я понял, понял. Спасибо, спасибо. В следующий раз вот с внуком. Он будет снимать, я вам покажу, как я танцую. Отлично. Вы знаете, очень важный разговор, потому что у нас в школе есть новички, которые никогда не знали, что такое саморегуляция. Иногда они входят случайно на YouTube-канал. Чем они там занимаются? Ну, сейчас вот более-менее они узнают о том, что мы занимаемся тем, что вся аптека внутри человека есть. Человек по природе творец. Мы обучаем человека управлять этими ресурсами, чтобы человек сам мог включать у себя эндорфин вместо того, чтобы пить алкоголь, отвязываться от каких-то вредных привычек, умел переключаться. И в основе всего этого лежит нулевое состояние, как нейтральное положение в коробке передачи автомобилей. Что это за нулевое состояние? Это состояние при максимальном достижении в разных методах называется по-разному. Например, самадхи, например, нирвана, например, дзен, например, дао. Например, в Европе называется психическая релаксация. Но когда человек сидит, мысли текут, а эмоции не задеваются. Это бывает между сном и бодрствованием. И вот самое главное, чтобы человек научился сознательно получать это состояние, не только когда засыпает или просыпается, ну, в любой момент жизни. И с помощью этого состояния за секунду получая переключаться либо на мобилизацию, либо на расслабление, либо на обучение, либо чтобы машину поднять. Вот это главный переключатель. То есть, по существу, наши все упражнения, синхронизирующие с текущим индивидуальным состоянием человека, позволяют перезагружаться, перезагружаться, настраиваться и таким образом смазать этот переключатель. И поэтому человек меньше устает. Я вот, например, большую нагрузку не знаю, и меньше устаю. Ну, это первое. Второе, чтобы человек нашел у себя любимое дело, мог заниматься свободно, потому что, наконец, чтобы человек понял. У нас же система какая всегда была? Подражательная. А сейчас, чтобы человек открывал себя. Потому что у него такие большие способности природные, весь эволюционный опыт человечества в нем содержится, в генетике. И вот как открыть себя. Потому что человек, который нашел свою деятельность, любимую деятельность, он такой счастливый бывает, потому что это смысл его жизни. Когда он занят своим любимым делом, он иногда даже чувствует такие мощные включения эндокринов, как экстаз. Как экстаз. Его не оторвешь от этого дела. Да, ну, говорят, нашел место под солнцем. Но теперь еще надо научиться, чтобы человек мог, так развиваясь в этом любимом деле, еще мог и материальную часть себя обеспечивать. Это да, все материально. Вот мне нравится в ключе то, что человек свободно развивается. Не говорят, что... Вы никому не говорите. Делай это только упражнение, а вы даете право выбора человеку. Подбирать, да. Вы рассказываете много. То можно, это можно делать. И человек берет для себя то, что ему именно подходит. И подсказываем, как подобрать. Как подобрать, вот правильно, чтобы человек правильно это использовал. И вот я еще один пример. Я все-таки вот студентам тоже люблю примеры приводить. Вот, позанимавшись методом ключ, с вами общаясь, вот смотрю ваши видео, мне пришла абсурдная с точки зрения здравого смысла идея. Я сегодня набрал телефон ведущей народной артистки России и предложил, давай споем дуэтом. Дуэт народной артистки такой-то, фамилии пока не называю, и профессора... Она певица-артистка, да? Да, певица, она поет, известная. Она задумалась. Для нее это, ну, шок, как это так, кто такой. Потом пишет, да, я говорит, согласна с вами. Согласна спеть. И вот, как вот у нас этот дуэт сложится, мы споем, у нас все в это точно получится. Потому что вот эта вот вера и снятие вот этих ограничений, которые зажаты, зажаты, вот благодаря методу, конечно, раскрылась. Я сказал там дочери, говорю, вот я так, она-то не, кто там, ну, куда там, чего там она, согласится. Единственный внук говорит, дедушка, ты споешь с ней. Вот так вот метод, ключ, работает. Запись нам покажете? Я обязательно, даже концертировать вместе будем. Вот так вот, вот все это бывает. И вот меня вдохновило ваши рисунки. Это потрясающе. Те рисунки, которые лечат. Вот меня, я смотрю, я так сфотографировал, когда вот был экран, ну, на экране, когда вот вы проводили стрим, проводили в этот ликбез, и показывали картины. Я сфотографировал, и смотрю, вот от них идет тепло. И от этой картины, которая сейчас, я любуюсь, от нее идет тепло. Но она еще будет, она еще будет. Но от нее-то идет. Потому что я пытаюсь душу вложить. Вы туда вложили, и оттуда идет. И вот как к иконам люди молятся, приходят к иконам, да, от них идет какое-то тепло от этой иконы, вот если так приложится, там можно, ну, чувствительный человек уложит. И от вашей картины тоже это идет. Это же искусство, и это настоящее искусство, не ремесло. Многие художники, это ремесленники. А такую картину... Они бездушно рисуют, как положено ремесленник. Просто ремесленники. Я как раз таки пытаюсь, пытаюсь у нас на школе показывать, как вообще научиться искренности с собой. это же самосознание, искренне с собой. Вот искренне с собой. Вот я, например, когда рисую, я действительно задаюсь вопросом, для чего, для кого я это делаю, для себя я это делаю, хорошо, что я тогда хочу сказать. Вот это задаешь себе такие вопросы инстинктивно, и потом начинаешь понимать, ну, я же действительно хочу написать, какой я был, когда был маленький, лежал на травке, смотрел на... Я пытаюсь вспомнить, как это было. И вот тогда, когда я занят этим, искренне, с любовью, хочу это сделать, я перестаю бояться ошибки, потому что, как вы как-то правильно сказали, подняли тогда вот эту машину, машину, потому что в этот момент не думали, как это делать, получится у вас или не получится. То есть, вот этот момент сопровождения деятельности, постоянным самоконтролем, правильно, неправильно, старательность, убирается, и ты хочешь душой, с любовью это сделать, и поэтому все хорошо, что делаешь с любовью. Ты как бы одушевляешь. А это без искренности с собой невозможно. Поэтому невозможно, а школа этому, как раз ваша школа учит. Конечно, чтобы человек... И вы показываете. Зачем я это делаю? Что я хочу сделать? Чтобы он самоосознал. Люди часто бывают, а что подумают другие, а как меня оценят? И вот мне как-то один великий ученый сказал, неважно, тебя может оценить только равный или выше тебя. Очень правильные слова. Получается так, вот я одну песню послал, в университете группа там у нас есть, когда-то я учился в институте, давно-давно, 40 лет назад, я послал песню проверить. И те, кто был никем и стал никем, они критиковали. Они говорят, плохо, не хорошо. И те люди, которые творческие, которые достигли каких-то успехов... Да, за плечами которых кто-то стоит уже. Вот они сделали, стали большими руководителями. Они говорят, да, это хорошо, я бы тоже хотел, но меня там разные причины находят, но не критикуют. А те, кто ничего не делал, те критикуют. И в жизни так всегда бывает. Если человек сам что-то когда-то допивался, он понимает. Он другого поймет, конечно. А вот те, которые сами ничего не могут, они... вот почему они не могут? Они же на самом деле могут, но об этом не знают. Но они закрылись, и они не верят, никому не верят. И вот я бы хотел бы вот зрителям посоветовать, хотя говорят, советы надо давать тому, кто просит советы, ну, поделиться, да, своими мыслями, что вот слушая, занимаясь в школе, они станут совершенно другими. И они сами себя не узнают. Через два-три дня такое вдохновение придет, потому что они ну, ошарашены так будут. Неужели... Когда человек вдруг начинает верить в себя, когда начинает понимать, в чем главные ценности, общечеловеческие ценности, любовь, сопереживание, созидательность, сотрудничество. Когда у него есть уже это высшее, высшее, почему равняться, самое высшее, тогда он человечнее становится и все делает с душой, с любовью. И все остальное, оно его не касается, оно куда-то уходит, как шелуха. Когда семечки там перемалывают на это, на масло, все это разлетается. Вот это вот важно. Я поэтому, когда работаю, и вы, когда работаете, я так чувствую, вы любите свою работу, я чувствую. Я люблю работу, люблю людей, с кем я работаю. Вот я всегда вижу студента, вижу личность, а потом вижу уже студента, успевающий, не успевающий. Человека видите, да. Прежде всего, надо увидеть личность, полюбить. И когда ты к ним душой, к людям с душой, с теплотой, они тем же отвечают. Отвечают. Правильно, правильно, у нас есть наука человечности, которую мы создаем, еще не создали. Максим. Вот я с удовольствием тоже внес вот такую вот лепту. Есть у меня некоторые наработки, вот я, много там, порядка 100 рукописей есть, я потихоньку их публикую, понемножку. Вот это очень важный момент. Очень спасибо вам большое. Спасибо вам большое. И я очень бы просил вас в следующий раз ответить на вопрос. На самом деле, ведь вы мне как-то, когда мы с вами разговаривали по скайпу, вы мне как-то сказали интересное явление, вот эти пьяницы падают, не разбиваются, а нормальный человек падает, может ошибиться. Вот эту тему мы тоже в следующий раз рассмотрим. Почему некоторым дуракам везет и пьяницам везет живыми оставаться. И людям почему детишек детишек природа спасает, что они на деревья лазают, они коленки ушибают, они сколько у них рисков, сколько у детишек рисков. А как-то им природа помогает, что они вот и живыми остаются, слава Богу. они не боятся, ведь все-таки страх нас сковывает. Да, страх. Нас сковывает страх. Я хотел на это вывести. Вот метод, метод ключ, он снимает это. И человек расслабленный, а человек тонет от того, что зажатым. Да. И страх. Человек разбивается. Внимание, друзья, все внимания. Вот это важный момент, важный момент. Поэтому люди водку пьют. Пьют для того, чтобы снимать страх, конечно, если бы у них страха не было, если бы они были заняты любимым делом, и какая водка нужна, и торпение есть в организме. Включается, ощущение счастья включается, смысл жизни включается, когда любимым делом заняты. Правильно, и там страх ошибки уходит, потому что ты начинаешь чувствовать, тебе начинает помогать природа. Правильно, правильно. сам собой человек становится. И часто же было танцы, когда-то вот такое в советское время было, обязательно говорят, не, надо выпить стакан вина, чтобы хорошо танцевать. Не выпил, он... И вот на одном мероприятии, я когда армию отслужил, срочную службу пришел, и там в компанию в одну поступил работать, и пришли, там сказали, пить нельзя, надо трезвыми, там все. Я танцевал, веселился, а мне и говорит руководитель, мы же договорились не пить. Я говорю, так я не пил, как я просто веселюсь. Она говорит, не может такого быть. Вы были раскрепощены, вы были раскрепощены. Я еще хочу сказать, мы разговаривали недавно совершенно там записи, есть я с Евгением Воропаевым, который психолог, и он по культуре, по искусству. Я сегодня осмотрел это. И мы там рассматривали, есть понятие расслабления, есть понятие раскрепощения. Это не просто разные вещи, да, это разные вещи, раскрепощение, когда ты как бы расслаблен, то есть ты свободен от страха ошибки, от страха кухни-то неудачи, свободен. Но при этом ты в тонусе, при этом ты энергичен. Вот это раскрепощение. Поэтому есть понятие 50 грамм для храбрости раньше, как было. А есть бутылка для полного такого пофигизма. Для свинячьего виска. Но это же 50 грамм появились не случайно, и бутылка появилась не случайно. Потому что раньше люди не знали, что вся эта аптека в организме есть. А наша задача объяснить людям, что вы гений не по природе, что аптека у вас тоже есть, что просто вы обучаетесь у нас подбором приемов, путем переборов, то, что вам подходит лично, индивидуально. Именно развивайте у себя человечность и вот эту мощность. Мощность. А сегодня очень нужно. Болеть никогда не будет человек, если он в себя верит и он вот эту аптеку использует. Она сама приходит на помощь. Поэтому столько гадалок, столько экстрасенсов и столько этих всяких черных магов, белых магов, знахарей и так далее, телепатов и прочее. Почему? Потому что оказывается они эту нашу внутреннюю аптеку тем или иным способом включают. То, что они делают, они просто включают нашу собственную аптеку. А прописывают силу этого себе и начинают нами управлять. И вот люди бедные ходят еще то одного телепата, то одного экстрасенсов, то одного рейки, то еще кого-то. Я этих людей не ругаю. Ни рейки, ни психолога, никого не ругаю. Почему? Потому что каждый занят своим любимым делом. Ну, просто пускай они тоже этому учатся, пускай они учат своих, своих клиентов, пациентов, друзей и прочих, тоже учат управлять своим состоянием. А не подминать под себя и им манипулировать. Потому что такие тоже есть. Такие становятся зависимыми. Знаете, Хосей Магомедович, я вот что убедился? Обмануть того человека, кто хочет, чтобы его обманули. Или нележа, который не в курсе, что может быть по-другому. Ну, он хочет, этот человек сознательно хочет. Я вот сколько примеров таких видел. Да, вот такой я в одном вузе работал, профессор по психологии лжи. Работ много написал. А его ПТУшники обдурили на 10 тысяч долларов. Сказали, ты нам дашь 10 тысяч, а получишь миллион. Разрисовали такие, ну, такие раньше схемы там были. Рисовали там, да, вот ты сейчас даешь, потом столько получаешь. И он ходил, хвастал и говорит, ну, кто ты, ты никто, вот я. А потом плакал, заходил, меня обдурили. Но он же сам сознательно это захотел. Потому что жадность человеческая, и это вот используется. МММ, например, никто же людей туда не тянул, с автоматами не загоняли. Люди сами несли деньги, а потом обижались, обдурили нас. Вот у нас есть эго, эго, эгоизм, связан он с телесной частью, это с телом. Это инстинкт выживания. И у нас есть созидательная часть творца. Вот у нас животная часть и созидательная часть, и творец внутри нас, и инстинкты выживания. И как только вот инстинкты выживания включаются, там включается сразу подражательность ухватиться за кого-то, за помощь, подчиняться авторитетам, потому что полагается, что раз он уверенно себя ведет, значит знает, что надо делать и так далее. Вот это, когда инстинкт самосохранения включается. Вот когда мы начали с этого, мама спасая ребенка, у нее инстинкт этот ушел, у нее был инстинкт продолжения рода, малыша она, ради малыша она кинулась и спасла, подняла эту вагонетку. Это переключение, это уже, мы обучаемся как раз таки, почему? У нас много темы такое в школе, у нас то мы говорим о философии, то мы говорим о науке человечности, перечисляем эти человеческие качества, то мы там спортсменов готовим, то мы проводим какие-то занятия по отвлеканию от вредных привычек, много темы такое, чтобы человек понимал, что по существу, во-первых, во-вторых, аптека внутри нас и гениальность внутри нас, во-вторых, невежество, мы не знаем о том, что оказывается мы люди, можем многое сделать, и поэтому мы не умеем управлять энергией стресса, которая включается в критических ситуациях, иногда помогает нам совершать такие поступки, но вот это же вот материнская любовь, материнская любовь, эго у нее убрала в этот момент и включила то, что в других случаях у человека может быть водка включит и поэтому он с этажа упал и два всего синяка, страх у нее убрала и у этого человека пьяница тоже страх убрала в этот момент, так мы учим это делать без водки, чтобы человек мог сам своими ресурсами упал случайно, во-первых, меньше падает, травматизм не уменьшается, во-вторых, быстрее восстанавливается, он же не зажат, идет и все, конечно, то есть, короче говоря, человек становится личностью, побеждает страх и помогает ему в этом любовь, любовь, и знаете, еще одно такое хотел, вот что-то мне вылетело с головой, а, вот хотел сказать, вот все, помнил, помнил, да, по поводу авторитета, вы очень хорошую новость сказали людям, что вы смотрите, кто этот человек, кто вам проповедует, я вас вылечу, посмотрите, кто он, его биография, кто сам достиг, смог или не смог достиг, вот у людей, в которых, вот в ваших глазах, любовь, уважение к людям, которым вы несете знания, а есть люди, в которых видно деньги в глазах, просто видно, и врачу, а у него деньги, врача, он сразу сверху, или с головой до ног смотрит, что можно взять с этого человека, я очень много таких, и преподавателей тоже видел, и просто людей, продавцы, вот как магазин. Вы знаете, вот этот вопрос очень-очень-очень важный, Николай Ильич, я вас очень прошу, давайте мы еще раз встретимся, давайте мы подготовимся к вопросу обсудить, как нам сегодня жить, потому что человек одновременно и хорошим хочет быть, инстинкт его заставляет быть хорошим, и одновременно ему выжить надо, и вот как совместить вот эти духовные потребности с материальными потребностями, как ему себя вести в жизни, давайте мы подумаем, по-теловечески себя вести, все будет, и вот всем предлагаю, пишите в комментах ваши идеи, ваши соображения, ваши предложения, как согласовать духовные и материальные потребности, потому что человек одновременно и хорошим хочет быть, одновременно ему и выжить надо, вот как быть. Надо не казаться, а быть, да, вот есть выражение, и очень важно, вот хотелось бы, вот вы сказали про комменты, да, чтобы люди написали, чтобы они хотели услышать, ведь это уникальная возможность ответить на такой вот нашей беседе, и свои соображения и услышать от нас, да, и от нас, чтобы это было людям интересно, полезно. спасибо вам большое, Николай. Спасибо вам, Мне очень интересно. Вы сказали о внуке, внуку привет. Спасибо. Да, я надеюсь, вы с ним тоже как-то выйдете и покажете. Он приедет ко мне, мы обязательно, если вы уделите пять минут, он очень хочет познакомиться с вами. Он очень, человек будущего, он человек будущего. Будущее, это поколение, это альфа. И вот про поколение мы тоже сможем сделать с вами такую беседу, вот эта разность поколений и очень много проблем и в студентах, и в семьях очень много проблем. А мало кто обращает на это внимание. Хорошо. Спасибо, Николай Евгеньевич. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. До свидания. А, Николай Евгеньевич, еще один вопрос такой. Если мы это сделаем, мы не задерживаемся, допустим, я через встречи теми вот уже. Да хоть завтра. Я всегда готов к вам. Да, спасибо. Дня 4-4 мы встречаемся. Спасибо, Николай Евгеньевич. До встречи. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok